Добрый вечер! В эфире новость от ЭВК в студии Полины Михальчук. Смотрите сегодня в выпуске. На Вильского загорелся жилой дом. Из-за возгорания пришлось эвакуировать половину жителей и выносить детей в противогазах. Красноярка прошла в третий этап шоу-конкурса «Голос». Что Наталья Самкова сама думает о выступлении и что ждет нашу землячку на следующем этапе? Смотрите через 4 минуты. Жительница Красноярска варит лакомства из кедровых орехов и отправляет в Европу. Как готовятся фирменные сибирские лакомства? И как всегда по субботам проект Натальи Китчина – кинохроники Красноярья. Красноярские документалисты сняли фильм «Клад» о проблеме промышленных отходов. Начинаем с происшествий. Сегодня утром на Вильского произошел пожар в жилом доме. Из-за возгорания в одной из комнат пришлось эвакуировать половину дома и выносить детей в противогазах. По словам жителей, возгорание началось в 8 утра. Сначала они почувствовали запах гари, а позже увидели столб черного дыма. В результате дымом заволокло весь подъезд и выбраться самостоятельно жильцы не могли. Тогда на помощь пришли спасатели. Они надели на детей противогазы, взяли их на руки и вывели всех жильцов из дома. В МЧС пояснили, что эвакуировать удалось 22 человека, 8 из которых – дети. Один человек серьезно пострадал. Сейчас он в больнице. Также в ведомстве пояснили, что пожар начался в комнате на 12 квадратных метрах. Его удалось потушить за полтора часа силами 25 пожарных и 12 единиц техники. Причины пожара пока не сообщаются. Перейдем к новым данным по коронавирусу. Красноярский край остается в первой десятке регионов страны по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 333 случая. Почти столько же – 332 человека – пошли на поправку. Умер за сутки 21 человек. В России же второй день подряд выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса. За последние 24 часа заразились 27 100 человек. Выздоровели 27 296. Умерли за сутки 510 человек. Добавлю, что с сегодняшнего дня в России также заработал единый телефонный номер по коронавирусу. Заразившиеся теперь могут позвонить по номеру 122 и вызвать врача или скорую помощь. Красноярцы продолжают жаловаться на грязный воздух в городе. Сеть буквально заполонили видеодымки, нависшие над Красноярском. К слову, показатели общественников проекта «Небо» тоже показывают превышение. На кадрах видно, что по сравнению со вчерашним днем, красных пятен на карте стало чуть больше. В свою очередь, датчики Министерства экологии остаются зелеными уже вторые сутки подряд и ни о каких превышениях не сообщают. Напомню, что режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности действует в Красноярске со вчерашнего дня и продлится он до 30 ноября. Сейчас все предприятия города обязаны снизить промышленные выбросы. Горожанам же не рекомендуют выходить на улицу, проветривать квартиры и заниматься спортом в закрытых помещениях. Также водителям советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Жительница Красноярска прошла в третий тур вокального шоу «Голос». 36-летняя Надежда Самкова удачно справилась с этапом поединков и наставник проекта Сергей Шнуров пропустил девушку дальше. Дуэт Романа и Надежды вызвал восторг в зале и среди членов жюри. Они исполняли песню группы «Металлика». Многим понравилось необычное сочетание классического вокала и металла. Давайте посмотрим фрагмент выступления. Сергей Шнуров отметил, что надежда с первого этапа шоу сильно изменилась, поэтому ему бы хотелось и дальше продолжать с ней экспериментировать. Сама же девушка говорит, что в себе не сомневалась, так как выступает не первый год. Но собраться было нелегко, особенно из-за того, что песня, которую она исполняет, не свойственна для нее. Она даже не серьезная, я бы сказала, эта песня очень непростая для меня, потому что для моего партнера, так как он поет в стиле рок, для него это было обычным явлением. А для меня это была такая сложная задача, с которой мне показалось, что я справилась, потому что мне нужно было петь и оперу, и рок, и снова перейти на классику в конце. Для меня очень важно пройти дальше, потому что мне безумно нравится сам процесс, и мне хочется как можно дольше остаться в этом процессе, оставаться. И даже в данном случае мне не так важна победа, насколько мне важно само участие и нахождение в этом процессе. Надежда добавила, что уже знает композицию, которую будет исполнять в третьем этапе. И по словам девушки, это будет очень известная песня, которая вновь представит исполнительницу с новой стороны. Из Красноярского леса прямиком в Канаду и Германию. Жительница Красноярска варит лакомства из кедровых орехов и отправляет в Европу. По ее словам, наше лакомство пользуется большой популярностью за границей. Особенно, если это еще красиво оформить. О красноярской мастерице и секретах приготовления в сюжете Екатерины Юдановой. Внутри будет варенье. Все это будет вот в такой красивой праздничной упаковке. Такие подарки Олеся готовит каждый день. Часть упаковок разбирают местные, а часть уезжает за границу, а именно в Канаду и Германию. Именно там живут постоянные покупатели сибирских лакомств. По образованию Олеся лингвист, но переводчиком женщина так и не стала. Она признается, что всегда хотела создавать что-то свое, уникальное. Этим и стала ее продукция сибирских сладостей и чаев. Предпринимательница делится, что началось все с путешествий. В каждой поездке она хотела поделиться с друзьями местными российскими деликатесами. Так и появился спрос. Комбинация того, что я чувствую и то, что она есть, привела к созданию такой очень красивой истории, когда это приятно дарить, это приятно получать. Разделять вкус Сибири, вкус тайги с друзьями по всему миру, наверное, мне показалось это очень круто. Собирают ягоды и шишки в Красноярском крае и Хакассии. Потом их прямиком доставляют на производство, там уже обрабатывают и начинают варить. На последнем этапе разливают по баночкам и прикрепляют этикетки. На все уходит около месяца. На выходе получается несколько тысяч банок. На этой неделе посылка уедет в Германию. Там живет друг и теперь еще и партнер Александр. По его словам, вкус у таких лакомств родной и есть их хочется постоянно. Хотел попробовать продукцию с родного города Красноярска. Вкус знакомый с детства, то есть сибирские шишки, да еще и в варенье, в сиропе и в шоколаде. То есть увидел, захотел, заказал и заказываю до сих пор. Олеся отмечает, что очень сложно запускать пищевую продукцию в Красноярске. Нужна хорошая финансовая база. К тому же карантин и самоизоляция внесли свои коррективы. Заказов практически не было. Однако сибирская настойчивость и любовь к своему продукту взяли свое. Что будет дальше, как утверждает Олеся, покажет время. Екатерина Юданова, Сергей Токарев, Новости ТВК. А мы продолжаем выпуск. Следующая новость больше напоминает сюжет турецкого сериала. 75-летняя жительница Енисейска перевела больше миллиона рублей мошеннику, который представился знаменитым доктором из Канады. В полиции рассказали, что аферист под видом врача Фредерика Моргана завел переписку с пенсионеркой. Он присылал женщине любовные сообщения и обещал, что женится на избраннице. Для того, чтобы выманить деньги, злоумышленник придумал целую легенду. Якобы нефтяная компания, в которой он работает хирургом, не отпускает его в поездку. Поэтому ему нужно оплатить отпуск в несколько тысяч евро. Правда, только после полугода общения и более миллиона переведенных рублей женщина начала подозревать что-то неладное. Я всегда ему говорила, спрашивала, и одного не могу понять. Он все время говорил, что у него очень много денег. Но в море, на этой платформе, ни у кого денег нет. Такие, вроде как, у них правила, что он только выйдет на сушу, он их активирует, эти деньги. Главное – попасть его на сушу. Как оказалось, деньги пенсионерка переводила в Томск и Новокузнецк. Возможно, именно там аферист сейчас и находится. Установить его личность пока не удалось, но полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы. В Красноярском крае заработал Центр управления регионом. Его основная задача – собирать жалобы от жителей и оперативно передавать ответственным лицам. При службе Министерства цифрового развития края пояснили, что рассматривать обращения будут по восьми сферам. Здравоохранение, образование, социальная защита, ЖКХ, ТКО, дороги, транспорт и энергетика. Обращения от людей могут поступать в Центр управления по нескольким каналам. Первые – это жители могут написать жалобу непосредственно в то ведомство, которыми они недовольны. Еще один способ – это платформы госуслуги и активный гражданин. Любой человек может найти там вкладку «Подать обращение» и рассказать о своей проблеме. После этого запрос обработают и перенаправят ответственному лицу. Некоторые считают, что такая технология удобная и оперативная, но есть и те, кто систему не оценил. Известная политолог Екатерина Шульман назвала Центр управления регионом бюрократией. По ее мнению, такие ведомства создают только потому, что власти не справляются со всем объемом данных и правилами, которые они же сами и придумали. У нас кроме официальной структуры, вот министерства и ведомства, названные вами, все время возникают какие-то комиссарские структуры. Комиссарские не в оценочном смысле, а в смысле вот такие вне регламентные. То есть вот есть обычная бюрократия, а есть все время какая-то чрезвычайная бюрократия, которая вот где-то сбоку пристраивается и обещает быть каким-то проектным офисом, или какой-то рабочей группой, или каким-нибудь, опять же, федеральной территорией, на которой вот это вот все обременительные правила не будут действовать, а она будет такая вся модерновая, такая прогрессивная. Агентство по стратегии. Да, и она будет как-то быстро работать, в отличие от вот этой всякой традиционной бюрократической машины, которая работает чрезвычайно медленно. Красноярский край стал одним из первых субъектов Российской Федерации, где открылся Центр управления регионом. Ранее ЦУР запустили в тестовом режиме в соседней Хакасии. Завтра вся Россия будет отмечать День матери. В Красноярске уже традиционно для этого года все мероприятия пройдут в формате онлайн. Посмотреть трансляцию можно в социальных сетях культурного центра на Высотной. Согласно программе, уже с 10 утра начнутся выступления коллективов Дворца культуры и национальных объединений. Позже пройдут различные мастер-классы. В преддверии праздника ТВК решили выйти на улицы города, чтобы узнать, как красноярцы собираются поздравить своих мам. Вы знаете, какой завтра праздник? День матери. А вы будете свою маму поздравлять? Конечно, всегда поздравляю маму каждый год. А как поздравляете? Обычно я ничего особенного, покупаю тортик и подарок маме, прихожу к ней в гости. А у меня у мамы день рождения, днем матери вместе, так что я шарики, цветочки. Я обычно сертификаты разные дарю. Всякие приятные вещи, ну цветы можно подарить, очень приятный подарок женщине. У нас дочке просто 7 лет, и она, соответственно, на праздник День матери, то есть маме будет какая-нибудь аппликация, какой-нибудь рисунок, что-нибудь такое в семейном плане. Как вы свою маму поздравляли или поздравляете? Ой, это так давно было, что... Что обычно вот дарили, что говорили? Я так слабо это помню. Но помню, что как-то с радостью все это было, обнимали друг друга, говорили какие-то слова друг друга о любви. Вы можете сейчас сказать своей маме на камеру, что очень ее любите и поздравить с праздником? Прекрасно. Мама, я тебя люблю и поздравляю тебя. Мама, я тебя очень люблю, очень тобой дорожу. Поэтому хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной и поддерживала меня. Чем опасны антибиотики и от чего возникает аллергия? Интервью с Михаилом Гельфандом смотрите сегодня в 20.30 на ТВК. Биоинформатик и доктор биологических наук рассказал, почему рак так тяжело вылететь и чем ковид отличается от других вирусов. Как эволюция сыграла с человечеством злую шутку и превратила механизмы, которые раньше помогали человеку выжить, смертельных врагов. Ученый заявил, что ген ожирения действительно существует. А также дал свой прогноз, ждут ли человечество новые глобальные эпидемии. Не пропустите новую серию ютуб-проекта «А поговорить с Михаилом Гельфандом» сегодня в 20.30, сразу после новостей ТВК. Как всегда, с по субботам проект Натальи Кетчиной «Кинохроники Красноярска» из таймырского фильмафонда. В 1987 году красноярские документалисты сняли фильм «Клад» о проблеме промышленных отходов. Практика нашей жизни дает богатую пищу для размышлений людям, занимающимся экономикой. Это продукция Красноярского комбайнового завода. Сентябрь месяц. Самый разгар уборочной страды. Даже не десятки, сотни комбайнов «Енисей», стоящих на берегу «Енисея-Ж». Такую картину могли наблюдать горожане в 1987 году. И появление этого своего рода памятника бесхозяйственности рабочие бригады комбайнового завода Николая Карепина объясняли очень просто. Собственно, их никто не берет в барабанной. Вот сейчас перешли на однобарабанной, Казахстан загажал. Почему не берут? Потому что, допустим, сейчас нет двигателей или, допустим, нет цилиндров, его вывозят на берег. На берегу потом ставят также другие детали какие-то. Они там разокомплектованные. До тех пор, пока он там постоит, его присыпят снежком. Потом снежок потает, потечет водичка. Где что проржавело, где это подслабло. Подслабло. И уже качество уже не было. Конец 80-х – это начало конца нашего дважды орденоносного завода комбайнов. Рабочие жаловались на вынужденный 10-месячный простое. Предлагали свои варианты, как восстановить производство в прежних объемах. Я вот лично ни разу не видел директора завода даже. Ни старого, ни нового. А к нему попасть тяжелее, чем к министру. Если бы они получали зарплату, допустим, от нашей выработки, не оклад свой, он бы был заинтересован тогда. А так, конечно, рабочий не получает, а он свой оклад получит. И чтобы был контроль со стороны рабочих. Не такие вот народные контролеры, вот как сейчас у нас есть. Его выбирает кто. Вот там проголосовали за него, его ж не рабочие выбирают. А у нас как? Кукушка хвалит петуха, а он кукушку. Вот и все. И она так вот идет. Вышли, поглядели. Ну ладно, Ваня, у тебя все хорошо. Ладно. И пошли. А еще рабочие возмущались тем, что качественно дорогостоящая производство продукции сплошь и рядом у нас оказывается, по сути, на помойках. Вот она поэтому все у нас валяется. Куда ни сунься, пойди в тайгу, найдешь кабину от трактора. Я точно говорю, вот я был, туда я посмотрел, куда только на вертолете ее забросить можно. Она стоит там. Везде железо. А на Урале кончится, начнем раскопки тут, наверное, весь. Вон на Мане лежит лес с штабелями. Зачем было его валить, если его не берут? А он лежит, гниет. А он бы еще сколько зверя бы кормил. А раз есть птица, есть зверь. А зверь это для государства, это же валюта. Кстати, Олесь, в фильме показывается свалка, карьер глубиной 6 метров, куда свозились опилки и прочие отходы переработки древесины. Я говорю, просто жалко это наше добро и скудеет тайга. А что будет через 20 лет здесь? Она же не растет, чтобы вырасти, сколько ему надо. Я говорю, жалко просто. Мы вот возим и сами удивляемся. А то щепу. Щепу некуда возить. Раз некуда возить, они ее куда? Ее на отвал. Люди деньги за это получают. Гает вечный огонь. А вот сейчас ветерок подует и дым. То мы вообще не можем тут ездить. Экспорт. А как он экспорт достается? Он, наверное, в три дорога. Экспорт и экспорт. А тут сколько у нас гибнет. Авторы фильма говорят, ежегодно в стране образовывалось 100 миллионов тонн бытовых отходов. На свалках, по данным Госнаба, уничтожалось 5 миллионов тонн макулатуры. Учитывая, что при экспорте за тонну старые бумаги платили 60 долларов, получается, что 300 миллионов долларов ежегодно сжигалось на свалке. Это сопоставимо с доходами, например, от продажи нефти. Хотя, как показало время, на свалке оказались не только комбайны, но и сам завод по их производству. Но в 87-м году такое могли представить, разве что в страшном сне. Это много десятилетий надо. Допустим, 2-3 десятилетия. Чтоб нам прийти в норму. Потому что помех и трудностей будет очень много. Как некоторым кажется, что это сломается за пятилетку, это не произойдет. Что мы готовим своим детям? Что потом скажут наши потомки о нас, когда нас уже не будет? Какое наследие оставим мы? Что я оставлю своим детям? Оставлю своим внукам. И какими словами я буду вспоминать, мне сейчас не будет различным. Ребятам то же самое. Наталья Кичина, Новости ТВК.